всем привет мой день начался с эпицентра да это магазин там где продается все почти как икея нет даже в икее меньше продается чем в эпицентре сейчас вот а диму его оставила дома потому что он не любит ходить по магазинам и все значит пусть сидит дома кстати сегодня у меня хорошие новости потому что мне удалось сразу продать представляете очень быстро я продала свой iphone 5s и я продала еще компьютер димкин я нашла обручку у меня есть мое любимое издательство в украине которое называется подавны 100 2 лава у них очень красивые книжки это прелесть к чудесный диван его пошили из медведей еще один чудесный диван какая прелесть интересно его когда-нибудь что-то купить это очень-очень эпатажные какая-нибудь эпатажная бабушка смотрите какие прикольные зеркала детскую комнату и очень клевые вешалки в этом месте есть все искусственные цветы украинские сувениры посуда все для выпекания халаты пижамы нижнее белье одеяло и подушки вышиванки лыжные костюмы тренажеры все для сада все для рыбалки тракторы техника в общем вы поняли здесь есть все мы вышли с эпицентра и теперь мы просто переходим дорогу и оказываемся в лавине это новый торговый центр первый раз в этом торговом центре ну знаете это не торговый центр это целый город этот торговый центр сто пятьдесят тысяч квадратных метров представляете огромный к сожалению пока что здесь еще не открылись все магазины здесь их мало спин на конкурсу канапе масса и сама но нас мы видели кафе попущенной теперь китбарад продолжает за вареник все спорты все 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 а и и и и и и и и пока катя гуляет по торговому центру лавина я остался дома потому что мне очень много всего нужно сделать здесь видео мы хотим сделать трейлер канала и поэтому мне нужно там кое-что смонтировать и еще мы планируем на неделе выпустить видео с советами туристам которые собираются ехать в барселону мы там расскажем все уловки которые можно использовать в туристических местах чтобы сэкономить деньги и вообще расскажем куда стоит идти и куда не нужно идти у меня на бэкграунде для хорошего настроения естественно футбол я смотрю сейчас бандеслигу бавария шальке так сказать готовлюсь к отъезду конечно не скорому отъезду но все же к отъезду в германию нужно выучить весь футбол чтобы было о чем поговорить с местными потому что в испании если ты не находишь какую-то тему для разговора всегда говори с испанцем про футбол ему это понравится независимо от того за какую команду ты болеешь даже если ты в барселоне и болеешь за реал мадрид никакого конфликта между вами не будет будут может какие-то дружеские подколки помнишь мы вас там выиграли 3 1 3 2 4 0 но каких-то агрессивных настроений вы не увидите поэтому я считаю что как такой вот способ пообщаться с иностранцами это футбол потому что в европе футбол любят практически все мужчины так точно ура мы вместе мы сегодня разделились кстати мы хотели вам сказать что здесь вероятно что завтрашнего влога не будет потому что мы затронем на день рождения родственников и мы не знаем будем ли мы там снимать или точнее будет ли что там снимать вот поэтому мы не обещаем что будет следующий влог а сейчас мы будем с вами прошаться всем пока хорошего настроения смотрите нас удачи всем пока всем пока всем пока Субтитры сделал DimaTorzok